И всем привет, ребят, с вами Мстер Байк, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашим новым трофеям. Появилась интересная информация, связанная с получением нового трофея. И новый трофей уже есть у игрока на аккаунте на пушку шафт. И сегодня мы разберем это устройство, покажу вам фрагменты игры на этом устройстве, ну и расскажу, что же оно из себя представляет. Исходя из того, что я увидел, я могу сразу сказать, что это очень и очень достойное устройство относительно других трофейных устройств. Ну и за подобного рода контент, за обзор трофейного устройства, а не какой-то там фейк, который бывает, тоже всплывает, то обязательно поддержите данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и конечно же присоединяйтесь в Дискорд и участвуйте в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только игры в аккаунте, кустой тему личный, так, так, тимпэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Игрок с ником Спейн, тот самый испанчик, набил трофейное устройство на Шафта и на Крусейдера. Не знаю, насколько быстро он это сделал, но в любом случае темпы его набития и игра в нашу игру в последнее время была очень и очень большая. Ну и уже вчера, получается, эти трофейные устройства можно было встретить в матчмейкинге и можно было увидеть, что же они из себя представляют. Изначально думал, что такого контента не получится сделать, но написав данному игроку, он мне сам продемонстрировал игру на этом устройстве, которую мы сегодня вместе с вами посмотрим и дальше уже будут характеристики определенные этого устройства, которые он мне тоже сам написал. Они с ребятами там, я так понимаю, разобрали это устройство, досконально по полочкам разложили каждый пунктик и нашли интересную информацию, из чего состоит вообще это трофейное устройство. Поэтому давайте сначала мы посмотрим, у нас есть минута 25 контентовой игры с трофейным Крусейдера Шафтом. Посмотрим, сколько вообще наносит урона тычки, да, насколько вообще большой здесь урон залетает, ну и какие есть плюсы и минуса у этого устройства. Изначально я слышал такую информацию, что, мол, у шафта трофейного есть лечение, но лечения у этого шафта нету, но зато есть другие очень интересные параметры. Играл он здесь на кризисе с, ну, получается, кризисом это как бустер дефолтный сейчас, да, ну и по механике, исходя из того, что я увидел сразу, очень сильно мне напоминает это устройство пипетку, да, только при этом у тебя есть возможность еще очень хорошей наноски урона со сводки, да, то есть вот если посмотреть на момент, где он наносит урон со сводки, просто смотрите, сколько от баллона у него нанеслось урона, да, то есть вот по сути такое количество баллона от урона и по оппоненту по безрезисту это уже 3700 урона, то есть у него по сути весь баллон это где-то 11, ну, наверное, 12 тысяч урона, плюс-минус, должно быть где-то около этого. Ну и по джаггернауту, если смотреть, то тоже такое же самое 7 тысяч урона, да, количество, то есть пол баллона это, наверное, десятка, пятнашка какая-то тут, с баллона может быть даже больше получается по джаггернауту, то есть, грубо говоря, практически ваншот джаггера, а может быть даже и ваншот может залетать с фулл баллона, с ддшки кризисной, либо с ддшки бустерной, с этого трофейного шафта, то есть по цифрам урона выглядит реально очень достойно, ну и перезарядка выстрелов здесь хоть и чуточку получается по ощущениям медленнее, чем у дефолтного шафта, да, но если его сравнивать, например, с пипеткой, да, с пипеткой тоже есть немножечко задержки, вот этой самой замечательной, и здесь с этой дополнительной задержкой, в целом, ну, наверное, урон выглядит супер-супер хорошим, да, супер хорошим. Если бы сверху бы еще бы к этому всему делу, к этому всему делу сверху было бы лечение на шафта, я бы сказал, что это было бы, наверное, прям супер лютейшая имба, а так, в принципе, без даже лечения, да, без даже лечения, выглядит как хорошее трофейное устройство, да, в котором есть смысл, ну и исходя из такого фрагмента, я тоже вижу, что испанчик-то в порядке на шафте, да, то есть шафт ему как пушка, супер комфортно, и как будто бы это будущий жесткий киберспортсмен, который влетает на крусейдера шафте, но это так, чисто к слову, накидал. Сосуля точно вот здесь профессиональная была, это, я думаю, что специально было вставлено, чтобы я оценил эту сосулю профессиональную, ну, такую чисто батевскую, ну и ваншот легких танков, да, так же само как с пипетки, так и здесь, ваншот легких танков, меньше пол баллона надо, чтобы ваншотить средние танки, да, то есть и сколько здесь было урона, нанесено сейчас по вот этому титану, посмотрим, сколько здесь урончика залетело по титану, по титану, ну, чуть-чуть меньше пол баллона, да, и здесь у нас получается четыре с половиной тысячи урона уже залетает. То есть если вы играете сильно на шафте, если вам комфортно эта пушка, и вы понимаете, как она работает, да, имея такое трофейное устройство, при любом раскладе она будет давать вам буст к игре, и вы будете с ним показывать очень и очень хорошие результаты, да, то есть исходя из вот этих вот всех фрагментов, то, что я увидел, это выглядит реально достойно, да, то есть это что-то наподобие устройства... с трофейного на страйкер, да, то есть которая включает в себя несколько устройств сразу, да, и которая бустит тебе игру, но не дисбалансит жестко, да, но оно по мете, по балансу, я считаю, что это имбовое, хорошее имбовое устройство, то есть если, например, брать Изиду трофейную, то это было прям лютейшая имба, прям лютейшая имба, и вот я когда увидел в первый раз Изиду трофейную, я думал, боже, это что вообще такое, как можно такое делать, то есть там расстояние через пол карты, самолечение, плюс хил противником, тиммейтом, да, то есть у тебя вообще супер большое количество разных функций, еще и нереальная дальность и, ну, прям лютейшая имба, то здесь это устройство включает в себя несколько устройств таких обычных, и в целом выглядит реально очень и очень неплохо. Что касаемо, получается, параметров, которые мне написал сам игрок, да, то есть исходя из того, что вообще здесь есть интересного, то есть по характеристикам, урон на вскидку плюс 35%, урон прицельный плюс 35% и урон критического выстрела тоже плюс 33%, то есть по сути все параметры урона, что прицелы, что обычные, на вскидку, что крита, они увеличены, в принципе, это логично, да, и это включает в себя, получается, пипетку и включает в себя, наверное, какой-нибудь тяжелый, может быть, компульсатор, или как это устройство называлось, я не помню, да, то есть несколько устройств включает в себя, в одно, да, вот это вот устройство на шафта. По недостаткам он написал, что есть чуть больше времени перезарядку на вскидку, но, в принципе, я это увидел, да, и так, это было видно, что у тебя после обычного выстрела перезарядочка какая-то такая немножечко с задержкой, то есть если брать дефолтного шафта, то там задержки нет, здесь немножечко задержки нет, есть, и получается это что-то между пипеткой и дефолтным шафтом, и это еще один, как говорится, шаг в сторону того, что здесь пипетка точно есть, да, то есть здесь есть пипетка плюс дополнительный урон еще устройств, да, и включение в себя вот там тяжелый, вроде как-то там тяжелый компульсатор, или как устройство называлось, в принципе, можем зайти быстро посмотреть, какие у нас вообще есть устройства на шафт, и из этого вообще взять то, что может быть, да, то есть вот короткополосный эмиттер, может быть тяжелые кондерчики, да, то есть вот эти вот два устройства вместе совмещены, и сверху получается адреналинчик, да, потому что у нас повышенный обычный урон и повышенный крит урон, да, и урон на вскидку, то есть у нас все уроны, они как бы увеличены, то есть только адреналин зависит от количества твоего хп, здесь от твоего хп ничего не зависит, то есть мы по сути можем взять во внимание вот эти вот три замечательных устройства, соединить их в одно и получить плюс-минус трофейное устройство шафта, которое теперь есть в нашей игре. Информации по этому поводу в устройствах на Википедии нету никакой, да, не знаю, она в дальнейшем там появляется или не появляется, но вот исходя из такого фрагмента и исходя из вот этой вот информации, я в целом сделал для себя вот такие вот выводы, да. Спасибо огромное испанцу за контентик, спасибо за предоставленный материал, пишите, что вы думаете по поводу трофейного устройства, что зашло ли вам оно, да, хотели бы ли вы сами получить такое трофейное устройство на шафта, как вы считаете это лютейшая имба или нет, я считаю, что это хорошее сильно имбовое устройство, но не овер имба, да, то есть по сути для меня лично трофейное устройство, наверное, в моей голове и должно быть в такой мете, то есть оно должно быть выше обычных устройств, но не быть лютейшей имбой, да, То есть в плюс-минус по моим параметрам это устройство и включает в себя все эти функции. Поэтому пишите, что вы думаете по поводу трофейного устройства. Обязательно поддержьте данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.